На экране телефона фото постановления суда. Жители Хабаровска Михаила Михайлова оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в митинге 10 октября. Уберите руки свои! Меня затолкали в автозак, там было два избитых парня. Один в проходе лежал, очень тяжело дышал, не мигающим глазом, глазами смотрел. У другого был нос разворочен и лицо в крови. Минут 10-15 я, наверное, сидел в этом автозаке, подтащили еще четырех женщин. Из пятого отделения полиции в тот день он вышел только вечером. И по совету адвоката Михаил планирует подавать апелляцию. В прошлую субботу ОМОН стал еще одним действующим лицом Дальневосточного протеста. После попытки установить у здания администрации палатки силовики задержали 25 человек. Вы что делаете? Михаил Дегтярев отреагировал на главную новость края только во вторник. В первый рабочий день после разгона митингующих он отчитывался в интернете о поголовье скота. У нас в следующем году будет до иное стадо до 3,5 тысяч голов. Очень хорошие результаты. Приближаемся к тем цифрам, которые когда-то Алексей Клементьевич Черный, председатель Крайкома КПСС, ставил как задачу всем начальникам в Хабаровском крае. Но имидж крепкого хозяйственника теперь трудно отделить от его позиции по работе силовиков. В рядах мирных протестующих есть провокаторы, которые провоцировали полицию на ответные действия. Если ты, как говорится, пытаешься быковать, ты должен быть готов, чтобы получишь по рогам. Наши полицейские и росгвардейцы, я считаю, действовали профессионально в рамках закона. Журналист местного издания «РусНьюз» 10 октября вел прямой эфир в соцсетях, но быстро оказался в автозаке вместе с участниками митинга. Меня вот так вот 8 ОМОНовцев перегородили, чтобы я не прошел туда, и услышал то, что сзади говорят, ну, задержи его. Вот несколько раз меня ударили по спине и закинули в автозак. Я говорил им, что я журналист, для них это было нуля внимания, они такое ощущение, как будто они были глухие все. Помимо штрафов и административных арестов заведено 4 уголовных дела по статье о нарушениях на массовых акциях и нападении на полицейских. И при этом ни одного против западных подстрекателей, след которых Дегтярев увидел еще в июле. Вы уничижаете наше ФСБ. Куда смотрит ФСБ, если столько разведки здесь? Что, это не так, что ли? Так, они здесь. Мы знаем. В том числе из Грузии. Рейтинги активного экс-губернатора стали опережать в Хаваровском крае популярность президента, за что Фургалу в итоге пришлось оправдываться перед полпредом главы государства на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Что происходит? История выглядит очень грустно, да? Рейтинг ваш растет, и президент падает. В сентябре Фургалы предъявили обвинение в организации убийств в 2004 году. Депутат Госдумы от ЛДПР, зять Сергея Фургала Иван Пиляев, рассказывает, что дело продвигается тяжело, хотя с новыми адвокатами появились подвижки, что до негласных договоренностей с Кремлем деталей не раскрывает. После того, как зашла профессиональная команда адвокатов, Сергей Иванович стал более уверенно, и сложились доверительные отношения между последствиями защиты, а это уже означает 20% все-таки успеха. У нас во фракции по этому вопросу создана рабочая группа, которая очень внимательно следит за этим делом. У нас Владимир Вольфович обращается в самые разные высокие кабинеты по этому вопросу. Связь с отцом, которого при аресте этапировали в Москву, держит и сын, бизнесмен Антон Фургал. По его словам, экс-главе региона отказывают в доступе к письмам от родственников и медобследования. Бывший губернатор страдает неким заболеванием, при котором нужна компьютерная томография. Бывший губернатор недавно рассказал, что в Лефортовское СИЗО, где он сейчас находится, ему прислали больше 200 книг. И одна из таких – труд французского умыслителя 20 века Мишеля Фуко – надзирать и наказывать. Он исследовал пенитациарную систему на предмет метафизики. И тюрьма, по его мнению, это идеальное место, где власть видит каждого, но при этом сама власть невидима. К середине 19 века по книге наказание исчезло как зрелище. Головы на площадях не рубят, животы не воспарывают. Вместо этого – паноптикум. Здание тюрьмы, круглой формы, где достаточно одного надзирателя в центре. Похожий образ некоторые углядывают в современной России. На улицах не стреляют, как в 90-х, а счеты сводят уголовными статьями. В некотором смысле я думаю даже, что это не совсем государство, а уже то, что в средние века называлось вождеством. Когда вождь определяет все правила, он уничтожает разделение властей, никто не может его критиковать. И свергнуть его можно только, если набирается альтернативная силовая группировка, которая отхватывает у него власть, после чего она уже формально подтверждает себя на всенародном кураутае. В воскресенье 18 октября исполняется 100 дней с момента первой акции. Все они, за исключением одной, не были согласованы с властями. Силовой разгон резко меняет положение дел. И скоро все поймут, в какую именно сторону. Арсений Молчанов, Анна Лебедева, Вадим Бразголь, Дмитрий Саратов, телеканал RTVI.